Есть у женщины два состояния. Помогите. Ну, правда. Мне грустно. У меня лапки. Вот это? Это я не знаю, что такое у меня лапки. Расскажи. Ну, такое состояние. Ну, это тоже... То есть я ничего сама не могу... Нет, нет, нет. Поддержите, то есть... Подожди, вспомнила. Хочу на ручки еще. Вот, похоже. Мне кажется, у женщины есть два состояния. Хочу на ручки. То есть мне грустно, меня никто не любит, мне нечего надеть, солнца нет, кофе кислый, горький, молоко прокисло. Вот это вот прям... Это очень понятное, мне кажется... Мне это очень... Я даже знаю, как это играть. Это очень понятное состояние. Второе состояние у женщины. Я, огори все. Ясным пламенем я пошла в разнос. То есть ты считаешь, что женщина – это существо пограничных состояний. Не может уже быть ровного, просто спокойного, какого-то конструктивного. Я сейчас говорю про женщину, много работающую, живущую в мегаполисе. Не та, которая проводит на медитативных ретритах большую часть года. Женщина, у которой огромный круг обязанностей, необходимостей, ответственности. Это дом, дети, работа, сама она. Потому что я вот... Вчера мы как раз про это говорили, мы снимали программу, «Идем дома» и говорили. Серьезно, когда у меня съемки, когда у меня спектакли, у меня, вот, например, как я отношусь ответственно к моим рецептам, и как я отношусь ответственно к тому, как я выгляжу, это ровно. Вообще, на часах весов ничего не перевешивает. Для меня это так же важно. То есть, если я не подготовилась, я не знаю, что я готовлю, или если я отекла, летела ночью, отыграла спектакль, плакала, зареванная, заболела, это все меня вводит в состояние вот этого нервного раздражения, такого, знаешь, напряжения, которое совершенно не помогает никому, ни мне, ни окружающим людям. Поэтому мне кажется, что женщина в мегаполисе, она действительно, ну, ей очень непросто. Я ищу какие-то такие хитрости, уловки, в конце концов, чтобы из этого состояния себя выдергивать. Серьезно, там, теплая вода с лимоном, потом сразу, быстро, там, минут через 15 чашка кофе, очень переключает, правда, открывает как-то тебя к миру. Потому что вот это вот с утра, когда ты еще поздно лег, а нужно рано вставать, и одна работа перетекает в другую, и у тебя вот такая голова, это прям нужно чем-то проснуться. Кофе помогает, женщинь помогает. У меня настойка такая, женщиня, мне очень хорошие, добрые люди передали с Дальнего Востока настойку такую на натуральном корне, прям женщиня, дикий женщинь. Я не могу сказать, говорят, накопительные, там какие-то 5 миллилитров нужно выпивать, с водой разводить. Пока не ощутила, но следую. Пока в голове, мне кажется, надо сделать, и мне сразу станет как-то яснее все. Должно работать, столько столетий работало, и снова сработает. Близкие люди, если у меня впереди, например, как говорит одна из наших самых близких людей, людей, девушек, впереди перспектива, шутка, это не то, что это с юмором, то тогда вот, если мы вечером встречаемся, идем в театр, или какая-то у нас есть вот такая совместная деятельность, мне уже легче. я про это помню и думаю, ух, эх, а еще, конечно, красота. Конечно. Красота. Когда выглядишь хорошо, чувствуешь себя лучше. Выглядишь хорошо, или понимаешь, как вот, например, я недовольна, как я выгляжу, но я знаю, как эту ситуацию подправить. Самое простое, вот самое простое, это, конечно, спорт, разбудоражить себя. Дальше, элементарные масочки, какие-то вот эти вот все тканевые, коллагеновые маски, кремы, такие, чаще всего охлаждающие. Помогает вот это сделать. Еще у меня есть купель с ледяной водой, бодрит тоже, но, когда я думаю, а что вот я сегодня такое надену? И если есть какая-то вещь, ну, недавно приобретенная, или которая отдельно как-то особенно греет, соответствует погоде, меняет, ты знаешь, прям настроение как-то оно меняется. Естественно, не само по себе. Я вот так не могу подумать, ах, возьму я сегодня навстречу вот эту сумку и бах! Я такая радостная. Нет, должен быть комплекс. Но без сумки этот комплекс уже не так работает, не так эффективен. Понимаешь? Ну, обувь и сумка, это вообще, на мой взгляд, то, что тебя сразу делает уверенней, и как-то и образ создает, формирует его, балансирует. И оно не зависит от отеков, усталости. У меня есть массажистка, с которой я больше 20 лет вместе, и она прям четко знает, Юль, перекачанные мышцы. А перекачанные мышцы джинсы уже не так сидят. То есть она говорит, надо немножко там пару дней не позанимайся. Или не делай, не бегай на дорожке, делай растяжку. Но все равно мышцы-то перекачанные, сумки, перекачанные мышцы не страшны. Хорошей паре обуви перекачанные мышцы не страшны. А когда еще эта обувь, ну, я уже начинаю хвастаться, конечно, прошу простить, меня великодушно, потому что я не могу удержаться. Вот уже два года мы сотрудничаем с компанией «Джеокс», и вот сейчас выходит новая коллекция, она уже вышла, она уже в магазинах. я так горда. Юля стала нашей музой. Мы об этом заявили год назад, она продолжает ей быть. Сегодня мы представляем вторую коллекцию, а мне показалось, что она стала даже еще шире и интереснее, чем первая. На первой мы потренировались, мы все ученики и гордимся. На второй мы решили повысить градус премиальности, скажем так, и сложности. Огромное удовольствие сотрудничать с этими ребятами. Я хочу сказать, это просто и уровень, и ощущение взаимного доверия, и ощущение какого-то, знаете, такого полета, я бы сказала, наглости, замыслов. И это прям, вот мы в этом абсолютно совпали, как-то так нашли друг друга, эти точки пересечения. В общем, мне кажется, в нашей коллекции есть и то, что ежесекундное, и оно необходимо обязательно женщине, чтобы чувствовать вот этот вот кураж, аллюр, чтобы было это состояние, знаете, вот этой неуловимости. Вот мужчина должен знать, что ее не поймать. Как бы он ни старался. А с другой стороны, вот да, чтобы он видел ей королеву. Вот это, это не временно, это вот такое. И вот здесь, мне кажется, это все у нас есть. А помните ли у вас свою первую пару обуви? Да, помню. У меня были какие-то, мне кажется, они были болгарские или румынские туфли, такие типа балеток на манке. Помните такое понятие манка? Вот у меня они были бордовые, такие, ну, симпатичные вполне себе. А потом я помню свои первые такие короткие ботинки, вот они были секси. Они были такого нюдового, сейчас бы сказали, наверное, цвета. Крутые были. Переходим к Джи Оксу. Как вы узнали об этом бренде? У Андрея Сергеевича есть пара обуви очень-очень много лет. Он отправлялся на съемки, мы шли по Монте Наполеона, там слева был Джи Окс, прямо вот с начала Монте Наполеона. И он увидел в витрине, мы не знали, кто такой Джи Окс, он просто увидел в витрине пару обуви. Он сказал, мне вот это вот, мне интересно, я должен примерить. И когда вот это вот, что складывается, подошву, она дышит, до сих пор, но сейчас они стали гораздо лучше. Это вот как вот та самая застаренная, прекрасная, кожа затертая. Он в них снял и Микеланджело, да и вообще много проектов. Первое знакомство было таким, а потом, когда они, конечно, ребята пришли, я не могу сказать, что я обращала внимание на эту обувь в женском сегменте. Наверное, до последних там вот этих потребительских годов я носила обувь, которую мне шел Джакума. Джакума, сколько времени вы делаете пару обуви? 40 часов. 40 часов. Две пары он может сделать? Всего две пары в неделю он может сделать. Это хорошие такие оксфордские ботинки, челси безупречные, сапоги высокие, такие, то есть вот, ну и мне, на самом деле, они все живы. Ты к нему отвезешь, он их подделает, а внутри еще написано «Ля Молье Ди Кончаловски», то есть «Жена Кончаловского». Кончаловский Молье, «Жена Кончаловского». Такая у меня история с итальянской модой. Но сейчас, когда мы сделали вот уже вторую коллекцию, я хочу сказать, что удобнее и соответствующий больше стилю я вот для себя на сегодняшний день не представляю. На самом деле, это сложная задача, коллаборация. Это же, понимаете, это же не просто так называется коллаборация. То есть два партнера участвуют в создании какого-то продукта. И результат зависит напрямую, насколько ты заинтересован в своем партнере. Не в себе, не себя двигать, а слышать профессионалов. Во-первых, они гораздо больше профессионалов, чем я. Особенно «Джиокс». Особенно с таким вообще историческим бэкграундом, откуда эти люди, что они знают про стиль, про обувь и вообще про то, как женщина должна себя чувствовать, как она выглядит, напрямую идет от того, как она себя чувствует. Мне очень повезло. Я работаю, действительно, это не первая коллаборация, но мне очень повезло с партнерами. Мне легко в них влюбляться, мне легко им верить и мне очень легко думать о них, а не о себе. Партнеру нужно доверять. Я вообще пускаюсь только в те плавания. Это не значит, что нет риска. Всегда все несет в себе риски. Особенно, что касается придумок, идей. Всегда быть уверенным, что ты попадешь в целевую аудиторию или там, что это будет успешно, никогда нельзя. Но когда ты уверен в партнере, ты ему веришь, то нужно, во-первых, слушать уметь и при этом нужно уметь доносить свою мысль, свою идею. И когда случается достигнуть вот этого, как бы, это всегда компромисс. В том, чего хотелось бы, что возможно. И вот это гениально же сказал, мне кажется, это Олег Толстой сказал, я люблю то, что у меня есть. Очень важно обожать, любить по-настоящему, чем ты занимаешься и что у тебя получается. Результат. Нужно к этому относиться как к любимому. Андрей Сергеевич прям первую нашу встречу сказал, что у женщины не должно быть компромиссов в двух вещах. В нижнем белье и в обуви. Очень правильно. Вот и все. У меня нет компромиссов. И там, и там. Я считаю, что обувь это такая вещь, это не значит, что она должна быть безупречно новая. У меня есть действительно пары, которым больше 25 лет. Удобные, растоптанные по ноге. Дело не в этом. Просто гениально выглядящие, которым невозможно найти замену. Ну, невозможно просто найти замену. Просто уникальная, уникальная вещь. И я очень горжусь, что у меня был хороший вкус столько лет назад и до сих пор это прям работает. Чем запасила работа именно вот эта коллекция? Ну, во-первых, то, что можно было придумать что-то. Вы понимаете, казаки и кроссовки. Абсолютно две разнесенные истории. То есть, что мы, когда казаки? Это, если по-итальянски говорить. Это летящая юбка, какой-то шифон, платье, мелкий цветочек, дорог и казаки. И летом, и зимой, когда угодно. Сверху тренч. Отлично. Шорты. Джинсовые шорты казаки сверху тренч. Отлично. То есть, вот этот вот и то же самое можно сделать с кроссовками. А образ получится другой. Если казаки дадут такое бохо, да, что-то богемное, то кроссовки дадут такую какую-то историю, я не знаю, стендап какой-то, какое-то городское. То есть, совершенно не про гитару, совершенно не про всклоченные волосы, а скорее, куда я иду. Метро, кафе, кофе с собой. И это абсолютно история от одной коллекции, две разные, только обувью определяющиеся, стилевые истории. Какой итальянский городок стал для вас источником вдохновения? Венеция, Милан, Турин, для меня там какой-то, я там вот, это мое. Мы смеялись, когда я приходила в Лондоне, в итальянское Дели, с алюмерию какой-нибудь, и начинала с ними говорить по-итальянски, они мне говорили, Сэй Венеттиано, ты из Венеции. Я говорю, Мачарто, конечно, ну отходующим, конечно, я из Венеции. Потому что это музыка венецианская, безусловно, там разобраться невозможно, даже пожить пару лет, чтобы диалект понять, если честно. Но музыку, вот этот вот ритм такой стаккату, я прям его чувствую, он прям мой. И мне кажется, вот здесь тоже такой стаккату, вот эти цвета, они прям, понимаете, вот этот белый с этим зеленым, вот этот вот какой-то, это абсолютно венецианское небо. Серьезно, в январе утром вот этот, вот знаете, вот этот, как мой муж говорит, цвет бедра испуганной нимфы, вот этот вот, да, вот этот вот, это же и не беж, и не розовый, это такой вот затертый. Это вот так, немножко пыльный. Вот утром в Венеции туманной зимой вот именно такое небо. А зеленый, это все-таки отсылка больше к чему. Я бы соединила здесь, знаете, итальянцы очень любят английскую моду. Они носят вот эти вот непромокаемые вещи с вельветом. Жень, как это твое любимое называется, скажи мне? Барбор? Вот, да, гарбор. Они прям фанаты. И мне кажется, это вот как раз соединение, это английский зеленый, это рейсинг-грин. Это вот реально рейсинг-грин. Это не какой-то там намек. Это вот именно тот зеленый. У меня такой был первый рейдж-ровер. Он был вот этого цвета, я не забуду никогда. Мне кажется, вообще есть три таких, знаете, понятия машины, обувь и собаки. Не странно? Вот они создают, да, они прям создают вот этот момент ощущения, вот знаете, когда ты, когда ты думаешь о том, что тебе хочется. Безусловно, я не думаю о своей собаке, как бы я думаю, что надеть. Но тем не менее, вот когда мы размышляли вот в этих казаках, как здорово пойти гулять с собакой в каком-нибудь нескучном саду. Джинсы подвернутые, да, какие-нибудь вымытые. Вот это вот все какое-то, оно как-то складывается. А потом сесть в рейсинг-грин. Рейнгровер вообще супер. Хорошая, хорошая картинка на начало весны. Вы ведь дорого-богато. Дорого-богато. А вот согласитесь, цена-качество просто в десятку. Просто в десятку. Когда думали про эту коллекцию, мы думали про девять с половиной недель. Мне очень повезло, я знакома с продюсером прям лично этой картины. Мы познакомились, он смешной очень парень, англичанин, очаровательный, говорящий на таком прям british-british accent. Понимаете, как интересно, что очень стильную картину, в которой были грандиозные вообще настоящие имя Микки Рурк и Ким Бессенджер. И вообще, да, такой сюжет как бы графичный, да, это графика, называется графикой, но сделал невероятно нагло и с хорошим вкусом. И сегодня вся мода его растаскала на цитаты. Вот сегодня это прям то, вот прям что нужно. И мы попали, потому что мы же год назад об этой коллекции думали и прям туда. Коллекция создавалась год назад весной, естественно, так всегда делается, долгий период. Потом летом была прекрасная, ну, я считаю, одна из моих лучших фотосессий в жизни. Ну, просто там был такой кайф. фотосессий в жизни. всем признательная. И команде джелкс, и фотографу Константинова Леши, и Надя, наша прекрасная князева, которая тоже помогала. И вообще, и стилист, которая делала вообще подборку вещей. То есть, все, все, все было как-то вот, ну, так бывает, звезды сошлись. А я, знаешь, жду не дождусь, когда погода поменяется, и можно будет вот эту сумку шоппер классную носить, так сказать. С белыми кедами. Да, да. Тоже погода немножко, ну, немножко должны стать чище тротуары. Все-таки нужны дожди. В дожди не надо носить белые кроссовки и белые кеды. А вот когда дожди пройдут, и солнышко все это осветит, ух, мы выйдем. Ух, мы выйдем. Ждите, готовьтесь. Ну, нет, правда, очень красиво. Если вам нужно какая-то, какая-то капля хорошего настроения, мне кажется, имеет смысл обратить внимание на нашу коллаборацию «Джеокс» by Джулия Высоцкая. Андрей Сергеевич мне купил такие босоножки на перепонках. Вот, кстати, это хорошая идея, никто ее не воплотил. Такая, а я не расскажу, она нам пригодится. Это для следующей коллекции. Она нам пригодится. Они у меня живы все эти годы в двух вариантах. А все.